Представьте, что вы купили гараж, поставили его в укромном месте около дома и пользуетесь им лет таток 50. Складываете вещи, ремонтируете машину и вот в один прекрасный день оказывается, что ваш гараж уже не ваш и права на него могут расцениваться как кража. Наверняка первая реакция, которую вы испытаете, будет шоком. Тренер, который его приобрел у нас еще дедушка. Ему сейчас 97 лет. Он участник войны. Купил он его просто для правнука. На данный момент правнук находится в армии. Сами понимаете, на каком положении. Дедушка 97 лет, он не может спуститься с этажа и прийти сюда что-то сказать. То есть мы чисто, что вот он участник войны. Настоящий, как говорится. Все началось несколько дней назад. На место размещения так называемых ракушек приехали сотрудники государственного учреждения и расклеили листовки с требованием освободить помещение от автомобилей и иного имущества. Мы живем на даче. Приехали буквально. И нам сын сказал, говорит, мама там, говорит, висят бумажки. Хотя поехали в департамент земельных отношений. В департаменте, значит, я зашла в приемную, попросилась начальнику Быстрова Сергея Сергеевича. Мне ответили, что Быстров принимает только в следующий четверг секретарша его ответила. Пройдите к юристу. К юристу прошла. Юрист мне толково ничего не сказала. Сказала, что ваши, ну, якобы, не поднимая никаких дел, просто ваши гаражи принадлежат уже якобы городу. Для того, чтобы люди вокруг ненароком не украли нажитое имущество, около гаражей была выставлена служба вооруженного сопровождения. По словам жителей, при попытке приблизиться к ракушкам, со стороны охраны следовала очень жесткая и бескомпромиссная реакция. А он говорит, нельзя забирать, в гараже арестованы. Кем арестованы, как арестованы, непонятно. А вы не пробовали пройти? Что? Ну, сами к своему имуществу. А он полицию сразу же вызывает? У него приказ вызывать полицию. Мы набрались смелости и решили расспросить сидящих в машине вооруженных людей. Больше всего нас интересовал сам объект охраны. Каким образом, в каком количестве и на каком основании были взяты под охрану ракушки. А на каком основании у вас есть какие-то документы, что это собственность чата или что-то такое? Документы вот эти. Это никакая не собственность. Тут собираться что-то строить. Вот. Единственный документ, представленный охранником, копия решения суда от 2015 года. Какое отношение к нему имеет ЧОП, нам понять так и не удалось. Согласно документу, Департамент имущества и земельных отношений Забайкальского края попросил признать бесхозными металлические гаражи в количестве 57 штук, близ домов по улице Ленинградской 79, а также признать за ними право собственности департамента. Суд, в свою очередь, исковые требования удовлетворил в полном объеме. Вот мы, если вывозим гаражи, мы становимся как бы преступниками, да? А с другой стороны, это наше имущество, мы его забрать не можем. Вот у меня тут два гаража, я понять не могу, почему я должен кому-то сейчас подарить порядка 200 тысяч рублей, да, вот по стоимости. Дали бы 10-дневный срок, две недели вывезти, освободить территорию. И все понятно, боретесь, нужна она вам, пожалуйста. 57 гаражей в судебном решении числится. Они утверждают, что с 2015 года не могли найти собственника. Ну вот, ребята, ну это глупо. Одному скажите, сарафанное радио, все будут знать. Не было никаких решений, никаких постановлений. Один гараж с 89-го года стоит, я в том году купил. Тоже, что такая ситуация, сколько он тут стоит, неважно, как там. Говорю, вот с 89-го года, я в том году купил. Именно все в одной ситуации. У нас забирают, считаю, беспредел. На следующее утро после наших съемок началось активное движение по вывозу гаражей. Мы вновь выехали на местность, где нам удалось побеседовать с одним из представителей нового собственника. Они были признаны безхозяйными. Соответственно, решение суда гласит о том, что земельный участок и постройки, находящиеся на участке, они признаны собственностью Завкальского края. Так, а почему 7 лет этот вопрос не решался? Ну, сейчас он стал актуальным ввиду того, что на этом участке будет строиться стадион «Динамо». Так, а вот сейчас нашлись собственники, то есть им уже все, и обратно собственность их не вернут? Ну, решением суда, собственниками гаражей являемся мы. А куда вы сейчас будете вывезти? Они будут вывезены на место охраняемой стоянки в село Коровка. Помимо представителя департамента, на площадке также присутствовали подрядчики, выигравшие тендер на взлом и вывоз гаражей. Последние были возмущены ничуть не меньше жителей, которых лишили имущества. Сложившаяся ситуация попросту не давала им выполнить свою работу по контракту. Сейчас, смотрите, процедура какая. Мы скрываем гараж. Если он пустой, освобожден от имущества, мы его демонтируем, вывозим. Если он, значит, наполнен каким-то имуществом, мы описываем имущество, гараж обратно закрываем, ну и в дальнейшем принимаем решение по этому гаражу. А если гараж запрошит? По словам директора ГКУ, вместо инвентарных номеров у них имеется лишь фотофиксация объектов и их опись. Номера будут присваиваться непосредственно лишь перед самим демонтажом. Зато у самих жильцов нашлись договоры купли-продажи, датированные аж 98-м годом. Понимаете, тут ситуация, она такая неоднозначная. Вот если бы ваши гаражи не были признаны собственностью Доброкольского края, мы бы эту работу не проводили, поверьте. Почему до нас-то не довели? Если бы их просто признали без хоз... Я же не суд, я решение сюда вынес, понимаете? Ну а кто? Если бы суд признал их без хозом, мы просто говорим, ребята, уберите, пожалуйста, куда хотите, в ваши гаражи вы и развлекайтесь. Это практика города, это так и есть. В документах суда значится 57 изъятых гаражей. Здесь мы насчитали только 34. Куда делись оставшиеся, неизвестно. Однако фундамент от них до сих пор виднеется на этой поляне. Виталий Портных уверил нас, что по факту кражи, ставшему же государственным имущество, будет написано заявление в полицию. Еще одним довольно интересным моментом стало описание самих гаражей в мотивировочной части. Имеются металлические гаражи в количестве 57 штук из листового железа с двухскатной крышей. Вверх скат на кровле, смотрите сюда, плоская кровля. На этом моменте уже изрядно осмелевшие жители сами начали звонить в полицию. Кстати, одинокая сотрудница полиции присутствовала на месте с самого начала, но по какой-то причине бездействовала в решении спора. Мы решили не дожидаться результатов звонков и узнать у нее порядок действий в столь непростой ситуации. Утверждают люди, что это их гаражи, что у них они в собственности. И есть представители администрации, которые также утверждают, что гаражи в их собственности. Вы документы проверяли у тех, у других? Я же вам сказала, что комментарий вам давать не было. На данный момент вы же понимаете, что скорее всего происходит кража чего-то, может происходить имущество. То есть, если, например, собственники администрации могут как украсть, так и администрацию собственников. То есть, те утверждают, что это их гаражи, эти утверждают, что это их гаражи. Вы документы о праве собственности проверяли, дабы устранить нарушение? Что я комментарий давать не буду. Наш разговор с полицией не удался. Жители разъясняли суть ситуации дежурному по телефону. Единственный, кому пришел результат от звонка, оказался директор КГУ. Дробышев Владимир Владимирович ждет вас на прием, пожалуйста. Сейчас уже еду, уже еду. Нет, ну, уже еду. Решайте, решать вам. Через несколько минут перезвонили уже стоящей в стороне сотрудницы полиции. После чего она извлекла из своего личного автомобиля пачку бланков и, наконец-то, начала принимать заявление. А также дала нам краткий комментарий. Люди обратились подать заявление. Мы, как мы, причем, были готовы к этому, да, чтобы мы к вам обратимся. Сейчас документы предоставили. Или вы получили указание, что вы разбираетесь. Вы уже обращались к сотруднику полиции до этого? Нет, ну, подходили, спрашивали. Она сказала, что я только участковая. Все. А на данный момент что изменилось, подскажите? Ничего. Нам так и не удалось узнать у сотрудника, проверяла ли она документы на право вывоза имущества у представителей департамента. Собравшиеся жители написали пачку заявлений, а также обращения в прокуратуру и исковые заявления в суд. Подрядчики, в свою очередь, приступили к своей работе по вскрытию и демонтажу металлических ракушек. До департамента имущественных отношений нам дозвониться не удалось. Однако, представитель ГКУ уверил нас, что в случае признания судом права собственности за жильцами, гаражи будут возвращены им с целости и сохранности. С них даже не будут взысканы средства, потраченные на демонтаж. А это без малого миллион бюджетных рублей. Вячеслав Правдин, Евгений Погорелый, Баир Самбуев, ЗАП-ТВ.